Что для тебя полезно, а ты о том, что для меня тогда не будет места ни тщеславию, ни распрям, ничему-либо вообще дурному, но будет жизнь ангельская и божественная. Как Христос говорит, будьте милотерны, как и отец ваш невестный милосерд, л.к. 6.6, и затем научитесь от меня, ибо я в нотах, Матфея 11.29. Так и Павел научает смиренно мудрю, чтобы больше устыдить нас, приводит пример Христа, как и в другом месте говорит, он, будучи богат, обнищал ради вас 2 Коринфянам 8.9, Когда он указывает на Сына Божия, высочайшего всякой высоты, и так уничижившегося, кого из высокомудрствующих он этим не пристыдит. Филиппицын 2.6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, толковали. Из числи, сколько здесь не излагается еретиков. Маркион Пантийский говорил, что мир и плоть зло, и что поэтому Бог не принимал плоти. Маркион Галатийский, Фатин и Сафроний говорили, что Слово Божие – сила, а не ипостасное существо. Что эта сила обитала в том, кто произошел от семени Давидова. А Павел Самосадский говорил, что отец, сын, святой дух – простые имена, приписанные одному лицу. Арий говорил, что сын есть творение. А Полинарий Лаодикийский говорил, что он не принимал разумной души. Итак, посмотри, как все эти еретики падают от одного почти удара, будучи образом Божиим. Как же вы, маркилиане, говорите, что Слово есть сила, а не существо. Образом Божиим называется сущность Божия, точно так же, как образом раба называется природа раба. Как же и ты, Самосадский, говоришь, что он начал свое бытие от Марии, ибо он существовал в образе и сущности Божественной. Но посмотри, как падает и Савелий. Не почитал хищением, говорит апостол, быть равным Богу. Равный не говорится об одном лице. Итак, если равен, то кому-нибудь равен, таким образом, ясно, что речь идет о двух лицах, и Арий опровергается многими способами, образом Божиим, то есть сущностью. И не сказал, бывший, но будучи, что подобное изречение, я есть сущий Иисус. Исход 3.14. И не почитал хищением, быть равным Богу. Видишь ли равенство? После этого, как же ты говоришь, что отец больше, а сын меньше? Но посмотри на безрассудное упорство еретиков. Сын, говорят, будучи малым Богом, не почитал хищением, быть равным великому Богу. Но, во-первых, какое Писание учит нас, что есть малый и великий Бог? Так учат Элина. А что и сын, великий Бог, то слушай, что говорит Павел. Ожидая, говорит, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Тимофея 2.13. Затем, если он мал, каким образом он почитал хищением себе быть великим? Кроме того, Павел, имеющий в виду научить смиренно мудрю, оказался бы нелепо, если бы внушал следующее. Поскольку малый Бог не восставал против великого Бога, то и вы должны смиряться друг перед другом. Потому что какое же это смирение, когда меньший не восстает против большего? Это одно только бессилие. Смирением называется то, что он равный и равномочный Богу, добровольно сделался человеком. Итак, об этом довольны. Далее, посмотри, что говорит Павел. Не почитал хищение. Когда кто-нибудь похитил что-нибудь, боится отложить это, дабы не потерять непринадлежащее ему. А когда имеет что-нибудь от природы, легко пренебрегает этим, зная, что он не может всего лишиться. И если он отказывается от этого, то опять он не воспримет. Таким образом, апостол говорит, что Сын Божий не убоялся унизить своего собственного достоинства, потому что он имел и его, то есть равенство с Богом Отцом. Не через хищение, но признавал это достоинство принадлежащим своей природе. Поэтому он и избрал уничижение, так как и уничижение сохраняет свое величие. Иудеи хотели побить камнями, но вообще, за Иисуса Христа, за то, что он, как они говорят, ты, будучи человек, делаешь себя равным Богом. То есть, их обвинение абсолютно справедливо против всех людей, которые вообще существуют. Например, за него, Иисуса Христа. Он действительно был Бог. И это никогда не происходит, чтобы Бог воплотился, это никогда такого не было, и представить невозможно даже иудеям. И поверить, что там это Бог, и то, что они хотели его побить камнями, за то, что он называет себя Богом, делая себя равным Богу, это простительно. Поэтому он говорит, что всякая хула на сына человечества простится, а хула на духу святого не простится. А это проститель, ну как, представляете, действительно, он делает, он берет на себя власть Божью. То есть, он говорит, прощаются тебе грехи, я не знаю, что никто, кроме Бога, прощать грехи не может. В этом обвинения нет к ним. Они мыслят, как, и они научены, как, они знают, что святая тайна, святая троица не была открытая. То есть, духом святым она открывается. В другом месте он воскрешает мертвых, или говорит, свежий Абрама, я и этим. Или я и отец одно, и они схватили камень и хотели побить его за это. То есть, вот было вот в этом обвинение. Второе обвинение было в том, что он открывает время, что наступило время проповеди, ну, наступает время спасения, и это время спасения в том числе и для язычников. Он на это еще намекал, говорил об этом. Хотя он говорил, что вначале идите погибшим дом, обцем дома Израилева. Но первое, что он, когда в Синагоге стал читать, открыл книгу и написано, стал читать. И вот, и ныне, говорит, наступило время сие. И они все разозлились, что он на себя берет. И решили его сбросить со скалы. Но он прошел между них. И вот здесь вот, если теофилакт, он здесь опровергает ереси. Но эти ереси, вообще сейчас их нет у нас. То есть, вот мы все, что тут прочитали по ересям. Да, там Павел Самосадский. Македоняне. Македоняне, там эти, маркианиты. Сейчас это к нам вообще никак не... Нам это ничего вообще не дает. Это раньше было. Сейчас этого нету. Ариане, там. Сейчас нету, по-моему, ни одной секты, которую бы считали за Иисуса Христом. Слово Божие, за силу. Есть секта, которая считает Дух Святой за силу. Это Светили Иеговы. Но чтоб было Сына Бога, нет такого. И не причитал хищением быть равным Богу. Потому что всех, любая личность, которая бы назначила бы себя равным Богу, это было бы хищением. Для себя. Потому что он не является... А для него это не является хищением. Он и так равен Богу. Равен Отцу. Это все не испровергает. Сразу показывает, что они единосущены. И вот чтобы вывести вот эту формулу, что Отец единосущен Сыну, понадобилось несколько веков в Церкви. Формул имеется в виду формулировку само. Потому что истина, Церковь истину владеет, а формулировку это еще вырабатывается человеческим способом. Вот на первом соборе, да? Определили формулировку. Да, и не согласилась. Это было обредено меньшинством. Кто изучался по этим? Человеческим способом, но не без Духа Святого. Человеческое вырабатывается. Имеется в виду... Сова формулировка человеческая, но без Духа Святого. Да, понятное дело, что не без Духа Святого. Потому что меньшинство... Человеческое выражение, имеется в виду. Человеческим выражением. И это невозможно выразить-то точно. И вот подобрали, насколько это возможно точно формул. И еще где-то около... Где-то век целый там... Штормило так сильно. Арияне были очень сильны. Константин Великий был крещен еретиком Евсевием перед смертью своей. И Бог все равно, вопреки... Было те, кто правильно не верует, было большинство в тот момент неправильно, кто верует. Вот в этом все и удивительность. Вся и удивительность. Как Бог ведет Духом Святого. Филиппетин 2.7 Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став, как человеком. Толкование. Где те, которые говорят, что он сошел недобровольно, а исполняя повеление, пусть знают те, что он уничижил себя, как Господь, как самовластный. Говоря, образ раба этим самым апостол пристыжает аполлинария, потому что принимающий или иначе природу раба имеет и душу вполне разумную. Это значит, что Господь не все имел наше, но чего-то и не имел. Именно не родился по естественному порядку и не грешил. Но он не был только тем, чем казался, но и Богом. Не был он обычным человеком. Поэтому апостол и говорит подобным человеком. Потому что мы душа и тело, а он душа и тело и Бог. На этом основании, когда апостол говорит подобие плоти греховной, римлянам 8.3, то не то говорит, что он не имел плоти, но что плоть эта не грешила, а была подобна греховной плоти по природе, а не по злу. Таким образом, как там подобие не в смысле всецелого равенства, так и здесь он говорит о подобии в том смысле, что он не был рожден по естественному порядку, был безгрешным и не был простым человеком. Так как апостол сказал, что уничижил себя самого, то чтобы ты не счел это дело изменением и превращением, он говорит, оставаясь тем, чем был. Он принял то, чем не был. Природа его не изменилась, но он явился во внешнем виде, то есть во плоти, потому что плоти свойственно иметь вид. Ибо когда он сказал, приняв образ раба, то после этого он осмелился сказать и это, как бы этим заграждая уста кому. Прекрасно он сказал, как человек, так как он не был один из многих, но как один из многих, потому что Бог слово не превратился в человека, но явился как человек, и будучи невидимым явился, имея вид. Некоторые же толковали это место так, и образом, как же истинный человек, как Иоанн говорит в Евангелии, славу, как единородного от Отца Иоанна 1.14, вместо того, чтобы сказать славу, какую прилично иметь единородному, потому что как означает и колебания, и утверждения. Христос во всем, то есть это воплотившийся Бог, полностью человек, во всем, как мы, кроме греха, он был рожден непорочно, а первородный грех передается через как раз-таки вот это зачатие, обычным образом, потому что после грехопадения образ зачатия у человека стал сказкотоподобным, и через это передается первородный грех человеку. И вот этот человек рождается уже потомком Адама по образу и подобию Адама. Здесь же и именно наследует первородный грех, и утопреклонность к греху. Здесь же он был рожден непорочно от Духа Святого, и наследовал всего лишь греховную человеческую природу. Греховная природа, то есть не греховную природу, а последствия греха. Есть грех сам, да, первородный грех, а есть последствия греха. Последствия греха это человеку, чтобы жить, ну то есть он умирает, то есть он живет и умирает. Смертность тела, вот, это последствия греха. Последствия греха это не грех сам по себе. Вот это последствия в теле у него есть. Он также рос и мог составиться, он нуждался в пище, он нуждался во сне, как человеку. Как Бог, он все дозволил себе в этом нуждаться, как человеку. Как Бог. Как Бог, он себя, то есть дозволил себе взять иудеям, а когда время еще не приходило, он не дозволял взять себя. Время не пришло еще. А как человек, он так же все, все, что и другой человек не было при себе. Во все, кроме греха. То есть Бог, то есть сатана его не мог искушать образом внутренним, мысленным. Только извне, как человек. Но не как человека грешного. Человек там внутри себя болится с грехом. Христос с грехом не боролся внутри себя. Чтобы никто так не подумал. У него не было никакой наклонности. Потому что он ждет непорочных. Это одна и та же личность. То есть не две личности. Бог и человек, две личности. можно сказать. Да как так? Это одна личность. Одна. Но две природы божественные и человеческие. Две воли божественные и человеческие. А как так, что это может быть в одной личности сочетаться? Никогда никто не сможет объяснить. Это невозможно объяснить. Он полностью человек. Значит душа и тело. И полностью Бог. Это значит везде, обитающий в раю и в отлу, и содержащий в силу вселенную. Поэтому на кресте божество по божеству не умирал. Слово Божие не умирало по божеству. По человечеству умирало. Еще что добавить? Поэтому для Христа Бог является Богом, а для Слова Божия отцом. Еще немножко. Никогда не помню. По человечеству Христа Бог является для него Богом. Он может плодиться. А как для второй ипостасии, для Слова Божия он является отцом. То есть а Сын от него рождается. Также он на кресте говорил, равночестно, прости им. Так вот неверно. Равночестно. Единослужим. Это же не просто люди, вывели это понятие, вывели это в веру. А это описано, наверное, в Библии. Идет же по Библии. Это только на Библии. Это вот эти формулировки, они такие, если вы их принимаете на веру, тогда все места преснания встают на свои места. То есть друг другу противоречить не будут. Если это не принято, то одно место будет противоречить другому. Вся истина, все, что мы узнаем о Боге, мы узнаем только из Библии. Никакого другого источника Богопознания у нас нет. Все, что... Все ереси не спроверялись только на основании Библии. Потому что даже в Первом Вселенском Соборе Ари доказывал, задвинул такую речь, что большинство епископов стали ставить подписи по дарианскому, что Иисус Христос согласен, то есть это творение Божие. Мы даже слушать не можем сейчас такое. То есть творение, да, самое высшее, да, оно перед всем началом было. Это такая ересь была. Это ересь такая, да. Арианскому сказать. Епископы ставили подписи под это дело. И только Афанасий Великий, тогда диакон, он через него Господь повернул в другую сторону. Он сказал, а кто судить? Он говорит, хорошо. Ну а кто будет судить? Мы знаем, что судить будет Иисус Христос. А как он может судить, если он человек простой? Если он творение простой? Судить может только совершенный Бог, который все знает, как он может судить мир в последний раз, в последний день. И вдруг у всех, и глаза открылись у всех Иисус, они стали забирать свои подсветки, и в другую сторону все пошло. А то, что Бог воплотился в человека, они это не видели, да? Не видели ересь-то? Нет, они... Нет, то, что это... Вот был вопрос. Это равночестный он отцу? Равен отцу во всем или не равен? И вот этот арианский ересь, потому что не равен он отцу. Не равен они, утверждали, да? Да, да, да. Сын не равен отцу и является высшим самым натворением Божьим. То есть, что все-таки отец его сотворил. А сейчас где-то в чем-то проявляется, в каком-то среде? Свидетели Еговоры Сейчас так говорят. Свидетли Еговора. Тут они тогда, да? У них тоже, да. У них сын это не Бог. Бог сотворил его, да? Да, это не Бог. То, что Бог сотворил, никто не сомневает. В этом сомнении не рев Hudson. Нет, Бог сотворил много, но Бог его не творил. Вот, вот, вот. Сына Бог не творил, Он всегда был Сын всегда был там же, где и отец Всегда был Дух Святой Отец не мог быть без сына И отец и сын не могли быть без Святого Духа Это всегда было изначально Библия указывает, что Слово творило Слово творило Все творение Слово творило Первое Иоанна написано В начале было Потому что Христос является силой Бога Вначале было Слово И Слово было у Бога И Слово было у Бога То есть вначале было Слово Сначала началось А уже Слово было А если бы он сказал Вначале появилось Слово Тогда бы они были правы А здесь вначале было уже Начало-то не было, а Слово уже было И вот этим стройкам Писания Доказывается то, что сын божий был всегда так же 5 не может быть отец без сына и как без того она же во многих местах сведу описание господь говорит я если я если я если сущий 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 всегда все и все молчали прям сразу на колени падает моментально сила слова была такова что они не могли противостоять а где-то там за кулисами уже гнил что-то непонятно вот сил его слов пробивала прям сразу ясно то есть его свидетельство было истины говорю как власть имеющая это вызывало большую зависть потому что кто такой может добавить вопрос какие-то мы сейчас вопроса догматов это все таки проходим это догмат догматический это чтобы только это надо всегда просто знать как бы заучить и никогда эти вопросы не следовать имеется не копаться в них не объяснять как пытаться что такое святая троица объяснять никогда не надо что такое две природы божественным человеческой это объяснять не надо это принимается на веру догмат и все это как константа как число пи там ну примерно ты только уже его используешь при понимании священного писания все тогда будет все пониматься не против против цифр куда попрешь вот они и вот здесь слово непонятно любитель 2 8 смирил себя был послушным даже до смерти и смерти крестной толкованием снова говорит смирил себя дабы не подумали что он снизошел не добровольно но ариане говорят вот о нем сказано послушаем так что же неразумные и друзьям своим повинуемся и это нисколько не уменьшает нашего достоинства как сын он добровольно повиновался отцу показывая и этим свое сродство с ним потому что золк истинного сына почитать отца обрати внимание на усилие мусти на усиление выражения не только сделал сырогом но принял смерть и более того позорную то есть крестную смерть проклятую назначенную беззаконников непростой смерть так только самые за страшные преступления могли такое наказание назначить человеку мы знаем что были по праву по левую сторону преступники убийцы просто так тоже не потом похоже что мятежники там ведь должен был висеть варнава вар 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 а он был взят за мятежа и человек народом он был любим и у действует а саниму взяли потому что во первых патриот он за освобождение родины фанта на него и выведет христа можно применять на патриотизм вот именно в этом вопросе вы менять его слога за и страна сразу открывается если при правильном исследовании как открывается эта сторона христа обменяли за свободу они видели тот он в раз преступник но он не преступник выходе лица этого лица римлян римлян и оккупанты и того кстати говоря не зря показано как пилат он исследовал не нашел никакой вины в христе и он не значит он не имел права его казнить никакого права это римское право не давала должен быть суд должно быть и это все значит по беззаконию даже римскую то есть это пилат совершил беззакония даже римская по римскому праву он не имел право и собины нет как он имеет право за себя испугался вот это поэтому пилат он совершил очень тяжкий не только жили он не имел право и числа послушаем даже до смерти и смерти если вот что нет станы у него нет ни смирения не послушания сатана не знает вообще а у бесов есть это послушание сатане только у сатаны нет этого послушанием некому послушаться отказывается от всего возгордить и житья к святых описывается как это происходит я вот как бы сидит ему без и прибегать докладывать что они сделали его то если они там что-то не добрали он их бьет жестко жестоко и там написано что вот он пришел и вот вы рассказывает без я был на свадьбе перу дошел они напились и довел того что там по нашему убивать вот убили молодец следующем но нет и слабо еще молодец следующий приходит тоже там два брата примеру поздорили один другого убил это как я сделал автор а внутри тебе с приходит и говорит а я монах монаха чистый жил споним буду и дьявол обнялся слова вот как вот это говорит он за это им больше чем всех вот этих кто мирские это все для него нет важно на самом зарожденного свыше христианина все 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 христиан за Благодарите за меня.